Тихо здесь наверху, где-то там птички тихонечко великуют. Спокойненько. Думаю, что городскому жителю здесь есть зачем подняться сюда, так сказать, почувствовать себя спокойно подышать воздухом. Это какая-то грузинская родина-мать, Тбилисская. С мечом она стоит. А, кстати, это перевал, на ту сторону тоже можно спуститься. Если не ошибаюсь, на ту сторону ботанический сад, так сказал грузинский парень, который мимо пробегал. Интересно. Тоже там дорожки какие-то есть, река шумит, гора, туристы в Иранастранд. Что-то здесь рассказывают туристы. А, ну здесь, да, тут есть на что посмотреть. И отсюда прям холод, кстати, дует с этого каньона. Река он протекает, видно, люди гуляют. Вот лестница по ней, значит, можно вниз спуститься и загулять в этом ботаническом саду. Он туда уходит, и я видел, что он туда ближе к дому. Можно по этому ботаническому саду загулять до дома. Хотя вот люди сюда идут. Возможно, что они хотят обратно подняться. Кактусы вот по склону растут. Вина нет. Вот они даже близились, кактусы. Вот они, вот они. Вон целая куча кактусов. Естественная защита, так сказать, территории. А тут, конечно, громадная такая тетенька с мечом. Пойду здесь приподумусь, посмотрю немного на город. Да, мать Грузия. Здесь тоже есть место, где присесть, и есть место, где посмотреть на город. Классиво. Как вам такие виды на город? Классно же, да? Согласитесь? А вон дорожка идет внизу, тут вот за деревьями, по которым можно спуститься вниз. Либо туда, либо сюда. Красиво. Я продолжу прогулку. Я, пожалуй, уже немножко погулял. Я вижу, что здесь только вид. Да, действительно, вид на город красивый. Вид на ту сторону. Можно посмотреть, можно туда посмотреть. Можно на родину матч грузинскую посмотреть вблизи. Там тоже, видите, какой. Вот это напоминает, кстати, очень сильно именно Великотырного. Ты находишься на горе, а вокруг тебя другие горы. И в старые времена это было действительно неприступным местом. Никто же оттуда никоим образом не мог с той горы до тебя дострельнуть там ни с какого оружия, ни с какого. Даже, наверное, устройства этих оптических не было, с которым можно было досмотреть. Поэтому, кто здесь строил это себе замок, тот чувствовал себя в безопасности. Дорожки. Интересный такой вот парк. С одной стороны, хочется спуститься. С другой стороны, с него можно вернуться только ближе к дому. Я хотел идти еще дальше, от дома идти. Я думаю, может быть, как-нибудь завтра сюда загуляю. С таким, так сказать, интересом подняться наверх, а спуститься сейчас в ботанический сад. Завтра время будет у меня какое-то. Я попробую так сделать. Да, вид здесь, конечно, классный. С меня взяли 2,5 лари за карточку метра, которая должна вроде как и в метро работать. И плюс еще 2 лари за сам подъем. Но оно стоит этих денег, конечно. Красиво. И все, шикарная погода сегодня такая. Солнечная, теплая. Еще много туристов. Действительно, туристическое место. И народ лазит по макушкам. Пойду я тоже схожу в прямую часть, так сказать. Пошел я догуливать до низа уже. Тоже почки набухают, цветочки. Народ здесь гуляет. Здесь парковка какая-то есть. Здесь, знаешь, заехать можно. Где-то там вот продолжение этих лестниц. А я сейчас пойду в сторону низа этого города, скажем так. И потом пойду, так говорить, дальше. Я не останавливаюсь. Но сегодня гулять буду до упаду. В этот раз старинную крепость захожу. Здесь один камень. Здесь потом второй камень. Тут кирпичом выложено все. Очень интересное сооружение. Брусчаткой стропинка выложена. Какие-то здесь закутки есть, куда можно подняться. Я так немного, так сказать, обзорненько поснимаю. Иноградник вот здесь. Ну, как всегда, сувениры здесь. Машины есть, даже заехать сюда можно, в принципе. Ух, а можно монету памятную выпить на рекала. Грузинская драгоценность. Моргая, значит, работает. Вот такие монеты можно выпить. Здесь что-то цена не обозначена. А, вот 10 лари монета стоит. И храм вот он стоит этот. Давайте погладеем во все стороны. Немного поднялся еще. Скала, башни. Река какая-то хумная, смотрите. Парк сверху видно. Кстати, здесь продолжение, так сказать, осмотра. Вот этот храм. Что-то я ушел, и вон оно. Сейчас будет плохо видно. Сейчас чуть-чуть. Захвачу его в кадр. Красиво. Так, еще такой камень желтый. Интересный. Время сейчас полпятого вечера или дня. Город так немножко уже готовится к вечеру. Хотя вечер здесь не тихий. Я вчера гулял. Народ гуляет, отдыхает. Гоняет на машинах встать. Мотоциклы тоже. Здесь на цепторе крепости есть захоронение возле храма. А там сейчас идет служба. Немного слышно голос батюшки. И охранник мохнатый вот здесь. Так. По этой крепости я уже полазил, походил. Тут уже возможно подняться по этим ступенькам наверх. Молодежь так и делает, собственно говоря. А колокола просят не трогать. Звонить может только специально обученный человек. Так, ладно. Что за этим поворотом? Там тоже. Сейчас посмотрим. Здесь развалины, видимо, старинных объектов на территории этой крепости. У меня время светлого дня уже заканчивается. А вот здесь можно продолжить еще подняться. Потом и там забраться на скалу, так сказать. Я пойду, хочу еще по городу погулять. Что-нибудь еще посмотреть интересно. Продолжаем спуск вниз. К баням прохода, оказывается, что-то немножко сложнее, чем я думал. Там люди поднимаются. Тут сказали, что не смогли зайти. Не знаю, в чем дело. В кимонте какой. Кто-то хотел. Поэтому я пойду в эту сторону. Здесь как-то полегче выглядит, чем там. Ну, будет повод завтра. Может быть, забурюсь у меня здесь еще завтра. Примерно полдня. Постараюсь его потратить с пользой. Сейчас мы с вами спускаемся вниз от этого старинной крепости. А это дяденька приседает на уши. Хочет, чтобы ему что-нибудь заплатили провести экскурсию. Как-то так. Экскурсовод. Написано. Hostel Enturs Envoy. Прямо здесь, под этим, под скалой. Кому надо ищите Envoy. Адрес, правда, не скажу. Здесь отель. Вход тоже. Тусовочка, молодежь. Английский язык звучит. Что здесь? Здесь, кстати, кто плохо говорит по-английски, плохо понимает. Очень даже рекомендую, что приехали. Здесь все плохо говорят и плохо понимают. И поэтому ваш английский будет здесь очень даже неплохо. Ну и как сказать, будь в общем ряду, хорошо звучит. Очень даже советую. В любом случае с соседями у меня по хостелу оказалось, что иорданец, филиппинец, турок и я четвертый. А, еще семейная пара из Германии по-немецки разговаривает. Так что, сейчас говорят как-то по-английски. На этом кто-то начинает осмотр Тбилиси. Я уже продолжаю. Вот такой шарабан выехал. Прикольно. Я пойду гулять дальше. Действительно, что я пока не понимаю, как мне пойти, в какую сторону. Я думаю, сейчас не поможет в этом навигатор. Я зашел в сетевой опять спар. Здесь неизвестные бренды сливочных масел мне. Сгущёнка, в том числе, кстати, варёная, вероятно. Топинги какие-то. Она, она. Не знаю, что это. Крем. Она, она, она. Ивец есть. Ну, по-моему, это грузинский часобренд. Лавне, вот опять Президент есть. Сыр. Вот Сулугуни, кстати, продается. Я не знаю, хочу ли я купить. Он наверняка очень солёный, но я не хочу. 25-17 лари. Он стоит, вот есть здесь такой, по 18-20. Вот этот, вероятно, менее солёный. Я люблю, в принципе, сыр, но не настолько, чтобы есть такую большую гусяру сыра. А я взял себе вот таких мацони 3 лари. Не знаю, может молока взять, стоят те же денег. Просто у нас кисломолочного как-то желудка обычно спокойнее бывает. Пойду что-нибудь ещё пожевать куплю. Варенье, кстати, вот из чего? Мармеладка и с апельсинами. И так далее. Чаёха какое-то интересное. О, не видел я ни разу. Так. Что у нас здесь ещё? Насмешки. Чего вам можно? Что здесь? Макарошки, спагетти. Что здесь? Хлебушек. Печёное. Не знаю, я ещё не кушал печёное. Хочу ли я ещё кушать? Что-нибудь? Сосиски какие-нибудь взять. Колбаса. Но цена, похоже, за 100 грамм. Потому что, ну, 2 лари не может стоить. Килограмм такой колбасы. Много сосисек и так далее. Вот хинккали продаются. Оценник единственный. Вот здесь можете прочитать. Грузинский. Прочитайте. Что сколько стоит? Не могу вам не продать. И соус к виду, смотрите. Скемали жёлтый. Скемали красный. Томатный соус. Чисто грузинский. Вот тоже томатный. Скемали, скемали. Так. Ну, я не буду пельмени покупать, варить. Я всё-нибудь в мясном отделе сейчас подберу. Прогуливаюсь мимо. Написано «Винная башня». Не знаю, что это. Интересно, какие такие дворики полукруглые. Есть торговые ряды, там плохо вина. А у этого паренька. Ярко, натертый до блеска. Рог. Рука. И лоб. Все ему это натирают. Хотя и коленки тоже. Видимо, фоткаются на нём. Во всём. Здесь написано, что он означает. Он уже просто тупо затёртый. Я пойду в ту сторону прогулять. Какая-то интересная штуковина, как конка старинная. Нас такие раньше таскали по городу. Возили людей. А это конка стейшн. Название ресторанчика. Здесь здание такое. Никакой информации нет. Как он называется. А, вру. Вру. Подхожу. Сейчас погрузимся, к сожалению. Перевести, прокомментировать не могу. Но не молодое здание. А здесь храмы всё. Убилиси очень много храмов. Все они красивые. Все сделаны примерно в одном стиле. Вот эти вот такие жёлтые кубики, которые очень хорошо подогнаны друг к другу. Красиво. Храм работает. Пахнет ладаном. Отдельно стоящая часовинка здесь. А это тоже с крестом. Возможно, что здесь батюшка живёт. Идёшь дальше. Какая-то лучка. Дорожки выложены камнем. Переезд старый стоит. Магазины сувениров. Винный магазин здесь тоже в большом количестве. Магазин Автандил. Не знаю, что это. Выпечка тоже. Магазин грузинских брендов. Всё храмовое такое. Сувенирка, сувенирка, сувенирка. Всё для туристов. Какая интересная улочка. Дорога неровная. Машина идёт перевалочку. У людей тоже тротуар плиткой выложим. Чуть другой. Реклама хоть первый раз ценой. Велиски этих путешествия. 25 лари на кораблике. 70 в Кассете отвезут. 70 в Казбеге. 40 в Мцхетт. Но это не очень далеко Мцхетт, поэтому такой ценник. Кстати, вот информация, их сайт, контакты. А, не злоги сайты. Телетонная почта. А, вот ещё продолжение. И тоже самое. Вы первые с ценниками. А то остальные все зовут и просто наугад тебя называют. Ценник, короче, гадает, как хочешь. Сумки сфинкали. Сумки вот тоже красивые, кстати. Модные какие сумки. Обратите внимание. Ручной выделки. Сувенирка здесь вовсю, конечно. Огромный магазин сувениров. Не помню, как это место называется. Но мы здесь были. Этот всадник золотой, точно мы его видели. Но там мы были, в том торговом центре. Там ещё станция метро находится. А чуть дальше находится... Там парламент грузинский. Кстати, да, мы в ту сторону ходили, а вот в эту сторону не ходили. Я пойду в эту сторону. Пойду. Как это площадь называется, я не знаю. Но сейчас посмотрю навигатор. Навигаторе называют её Площадь Свободы. В всяком случае, так она там значится. Торговый центр, как называется, не помню. Там станция метро есть в нём, точно. И что нравится, здесь тоже много книг продают в Турции. Вот много книг людей здесь тоже. И в грузинском языке, и на всех остальных. И российский, советский, так сказать ещё. Словарь русского языка. Класс. Старые здания, смотрите, всё по грузински написано. Классно. Кстати, вот спуск. Подземный переход. Андерграунд это ещё и метро. Но если ещё в метро можно зайти с этого подземного перехода. Я пойду по Виллу. Здесь так высокохудожественно стоит молодой человек. Ему, правда, кое-что там прорисовали уже. Ну да ладно. Я пойду туда перейду, на следующую площадь красивую. Как называется, пока что не знаю. Здесь дикий такой цветочный рынок. Чисто-этоточные лотки, 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 лотки. Вот. Аптеки здесь несколько штук подряд. Даже не знаю, куда мне рвануть дальше. Сейчас подумаю. cl wurм. Фуэрэ. Все здесь конч 가서 переселять своиешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешеш. Чтобы желтый로 celebrано проety